Армяне пытаются любой ценой втащить своего кандидата на пост президента США. Армянское лобби Соединенных Штатов имеет в заготовке сразу двух кандидатов. Голливудского актера Дуэйна Джонсона и темнокожего рэпера Канни Уэста. Обе являются мужьями армянских жен, звезд американского шоу-бизнеса. Видимо, у Джонсона что-то не срослось и армяне подстраховались, выдвинув еще одного своего кандидата. Канни Уэст, известный рэпер и хип-хоп-звезда, уже заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США. Ему, как и Дуэйну Джонсону, президентские амбиции внушили идеологи армянского лобби, имеющие поддержку от цифровых глобалистов. А все дело в том, что в 2014 году Уэст имел счастье жениться на распутанной эпатажной армянской звезде реалиции шоу и модели Ким Кардашьян. Ким Кардашьян – эдакий эротический пиар-менеджер мирового политического армянства. И надо признать, самый яркий и успешный представитель армянского лобби. Сегодня ягодицы Кардашьян способны реализовать сокровенные мечты армянства – усадить армянского ставленника на первую позицию в ведущей стране мира. О своем намерении поддержать кандидатуру рэпера на пост президента США уже заявил изобретатель и основатель компании Tesla Илон Маск. Илон Маск – один из топ-менеджеров мирового проекта цифрового социализма, а потому интересы армянского лобби ему не чужды. Как ожидается, предстоящая президентская гонка в Соединенных Штатах может выплеснуть в президента Америки одного из армянских кандидатов – либо Качка Джонсона, либо рэпера Уэста. Кто из этих двоих выйдет в лидеры – неважно, главное, что первой леди Америки может стать армянка. А в случае с президентством Уэста в Белом доме, когда не содрогнута его стена от такого позора, усядется самая большая пятая точка мира – Ким Кардашьян. Деградация ценностей и попрание морали уже были заявлены, когда депутатские мандаты стали получать представительницы древнейшей профессии. Но чтобы первой леди, да еще такой страной, как Америка, стала миссис Эротика, такого еще не было. Ким Кардашьян – первая леди США. Это сюжет для фильма ужасов. Однако армянская лоппи пошла в наступление не только в США, но и во всем мире, в том числе в России и Европе. А во Франции прямо-таки случился армянский кадровый бум, почти как в России. На днях стало известно, что этническая армянка Ануш Таранян по итогам муниципальных выборов в Париже была назначена заместителем мэра столицы Франции. 29-летняя Ануш Таранян представляет политическую силу действующего мэра Парижа Ан-Идальгу. Ануш Таранян является также активным членом армянской общины Франции, принимала участие в программах помощи Армении и возглавляла всеобщий армянский благотворительный союз Франции. А тут еще почти одновременно стало известно, что мэром Страсбурга стала армянка Жанна Барсигян. Армянские СМИ торжествуют. Страсбург наряду с Брюсселем называют неофициальной столицей Европы. В Страсбурге расположенный Европейский парламент, штаб-квартира Совета Европы, где проходят заседания Парламентской Ассамблеи Совета Европы, функционирует Европейский суд по правам человека. И тут такое счастье. Армянки рулят. Теперь протащить очередную армянскую ложь через все мировые институты будет еще проще. Жанна Барсигян является членом французской партии «Зеленых» и поддерживает тесную связь с исторической родиной, осуществляя в Армении проекты в области экотуризма, защиты окружающей среды и утилизации отходов. Кстати, «Зеленые» примкнули к глобалистам. Помните Грету Тунберг, с подачи которой мы сегодня спасаем экологию ценой запертых по всему миру людей? И армяне примкнули к глобалистам, поэтому сегодня они будут побеждать везде и всюду. Не исключено, что и в России преемником Владимира Путина в свое время может стать Михаил Мишустин, цифровик с армянскими корнями. И тогда да здравствует армянский Краснодар. А Маргарита Симонян, наверное, станет главой российского МИД. Ведь Лаврову, то есть Калантарову, пора на пенсию. А в России теперь высокие должности будут передаваться по наследству от одного представителя армянского лобби к другому. Редактор субтитров А.Семкин